Простыми словами и красивыми кадрами о модных событиях, интересных людях и полезных идеях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Модные люди, свежие коллекции от авторов-дизайнеров, музыка, танцы и живое общение, по которому мы так соскучились. Beauty Days, Beauty Time, наша совместная вечеринка с Центром дизайна интерьеров 4Mart прошла на ура! С репортажа об этом классном событии мы и начнем наш сегодняшний выпуск. Beauty Days, Beauty Time. Под таким названием прошла вечеринка красоты и стиля в Центре дизайна и интерьера 4Mart. Оценивали свежие коллекции дизайнеров, обсуждали тенденции в области стиля, делились модными лайфхаками и, конечно, зажигали танцпол. Еще в начале осени мы планировали провести совместное мероприятие с Beauty Time TV, собрать красивых людей в красивом месте, показать наших челябинских дизайнеров. Сейчас у нас переход сезона зимы-весну и, соответственно, да, они представляют свои какие-то новые коллекции и хотелось бы этим поделиться со всеми нашими гостями. Такие разные дизайнеры и такие разные бренды. Двигаясь в границах модных тенденций, авторы коллекции не забывают об идеях собственных, переосмысливают тренды и раскрывают в каждом предмете именно свое видение сегодняшней моды. У нас очень много геометрии, кроя, которые подчеркивают, при этом сохраняя женственность изделия, но вот именно какие-то интересные моменты создаются за счет треугольных вырезов геометричных вот таких вот крыльев и все подрезы, может быть, если видно сейчас на моем платье, то есть все за счет сложного геометричного кроя, многослойности. Это женская одежда, женская одежда о том, да, как в базу привнести тренды, но на сегодняшнем мероприятии мы покажем особую колористику. Наверное, мы все устали, сидеть дома, быть в пижамах, и мы сегодня внесем ярких красок в этот день. Сама придумываю, разрабатываю все аксессуары, сама, ну, со своей командой их отживаем вручную. У нас все аксессуары из натуральной кожи и все авторские. Слоган – это «Аксессуары делают ваш образ». То есть самые обычные, простые вещи всегда заиграют новыми красками, если вы правильно подберете аксессуары. В то время как одни дизайнеры изобретают новые формы, другие ищут интересные сочетания цветов и фактур в привычном базовом гардеробе и делают упор на удобство и комфорт. Мы создаем вещи, которые нравятся нам, которые мы бы хотели носить сами. Собственно, мы сейчас в таких вещах стоим перед вами, сами одеты от своего бренда, и в этом, собственно, наша фишка. У нас гардероб, который может носить любая девушка. На самом деле сейчас это тренд, вещи, допустим, оверсайз, но мы уже давным-давно этот тренд внедрили в наше производство, потому что нам самим так комфортно и так удобно, мы любим. И несмотря на то, что многие девчонки говорят, ну зачем такое огромное, не нужно, потому что не все такое любят, а мы любим. Сегодня самый главный тренд, наверное, это вообще такой большой макротренд на удобство и комфорт. Именно улица и наша повседневная жизнь диктуют моду, а не как это было много лет назад, наоборот. И у нас сейчас в тренде оверсайз, удобные вещи, это спортивный, да, то есть стиль кэжуал, удобная обувь, кроссовки мы сейчас круто миксуем, как с белевым стилем, например, с платьями комбинации, так и, например, даже с деловым костюмом, да, и с футболкой, именно вот эта вот тенденция, она сохранится. Как выгодно дополнить образ макияжем и прической, рассказали гостям вечера специалисты сферы красоты. Бьюти-блендером очень многие пользуются сухим, то есть его обязательно нужно смочить и немножечко отжать, иначе он будет весь продукт забирать на себя. Сейчас очень актуально, это кошачий взгляд, то есть азиатский разгрызглаз, все очень любят и всяческими способами пытаются достигнуть этого эффекта. Специально, допустим, волосы утягивают, то есть чтобы глазки вот так поднимались. Увеличим губы с помощью двух карандашей. Более темным карандашом оформим контур. Если хотите еще пухлее, то за миллиметрик природного контура губ можно выйти. Скоро весна, цвет, цветные тени снова войдут в тренд, и тренд этого сезона – оранжевый цвет. Поэтому всевозможные яркие макияжи весной и летом востребованы, как всегда, а вот оранжевый тем более. Парикмахер Мария Климова наглядно показала, как создать модные серф-локоны прямо у себя дома с помощью обычного выпрямителя. Прядь оттягивайте на лицо, и чем крупнее блук, тем вы можете не бояться и не треней проводить по пряде. В тренде у нас укладки. Конечно же, если говорить об укладках, если раньше говорили об объемах, то сейчас это отсутствие объемов при корневой зоне, в принципе. Сейчас это максимально гладкий эффект, максимально зеркальный. Вы заворачиваете только на один раз, и у вас кончик пряди возвращается на лицо, и дальше мы просто стягиваем вниз. На показе Прады на последнем была представлена коллекция, где все модели были с максимально странными челками. Поэтому сейчас актуально и в тренде – это носить челку. Она будет быть максимально короткой, либо же вообще такая распашивается на две стороны и обрубленная. То есть, поэтому странно, если вы обладательница странной челки, то вы 100% в тренде. Свадебное и вечернее направление моды также было представлено в рамках этого события. Особенностью этого бренда стало желание его создателей дарить девушкам вещи, которые могли бы отразить все многообразие их характеров. Учитывая то, что невест очень много, девушки все абсолютно разные, разного стиля, разного вкуса, внешних особенностей, разных фигур. И я считаю, что для каждой девушки платье должно быть индивидуально. Свадьбы стали более камерные. И нету сейчас возможности у невест устраивать более торжественные мероприятия, которые, конечно же, предполагают шикарные, пышные свадебные платья. И спрос у невест стал уже соответственно этому случаю. То есть, более лаконичные формы, более удобные варианты. В свадебной моде тоже есть свои тренды. Цвета отличны от белого. То есть, это приглушенные айвори, пудра, такой приглушенный дымчатый цвет. Сейчас очень модно стали комбинезоны и брючные костюмы. И в свадебной моде невесты тоже хотят быть очень стильными. И вариант как раз-таки брючных костюмов и комбинезонов у меня ярко отражены в новой коллекции. Также платья длиной миди сейчас очень популярны. Они в тренде, как в обычной одежде, так же и приходит это в свадебную моду. Также объемные пышные рукава в викторианском стиле, которые можно снимать, которые можно поиграть с ними в разных образах именно на фотосессии. Тенденции моды легко прослеживаются в коллекциях дизайнеров. Но интересно также узнать, что сегодня противопоставляют актуальному. Один главный антитренд – это слишком обтягивающие, облегающие вещи, то есть такая откровенная сексуальность. Сейчас мода на интеллектуальную сексуальность. То есть микс где-то грубости, где-то мускулиности и женственности. Вообще сейчас тренд, самый главный тренд, который в рамках массы и запроса – это тренд на персонализацию и индивидуальность. Потому что каждый найти хочет то, что максимально близко его подчеркивает и находит. Мода, она существует и совсем не обязательно быть вот на этой волне, чтобы выглядеть хорошо. Все-таки главное – это ощущение своего стиля и своего какого-то положения. Эта вечеринка – одно из тех событий, по которым мы так соскучились за месяцы изоляции. И хочется надеяться, что эта весна подарит не только хорошую погоду, но и много поводов, чтобы модничать. И мы еще не раз, объединившись с форм-артом, соберем красивых людей в этом красивом месте. Предметы роскоши. Круг людей, которые о них знает, читает и говорит, гораздо шире той категории людей, которые действительно могут себе это позволить. Кстати, ювелирные украшения от знаменитых домов моды или брендовые аксессуары, они продаются с успехом в том числе и на вторичном рынке. Как обстоят дела в этой сфере в наше непростое время, узнаем прямо сейчас. Сегодня мы говорим о предметах роскоши, о брендовых ювелирных украшениях. И беседуем мы с руководителем проекта Камзол 74 Натальей Давыдовой. Наталья, первый вопрос такой – что происходит сейчас на рынке в наше нелегкое время? Мы занимаемся тем сегментом, где в сложные времена я бы не применяла это выражение. Большинство изделий, которые мы продаем, просто не носятся, предположим. Либо купили что-то новенькое, произошла большая любовь к другому бренду, к другому изделию. Вот лежит, просто жалко людям. И они готовы с ними расстаться. Потому что для большинства клиентов, безусловно, важна история. Многие спрашивают. Понятно, что фамилии мы не называем, кто владелец. Но также я рассказываю, я всегда говорю, что этот человек, предположим, с такими-то характеристиками. Вот эта личность, она более утонченная. Выгуливалось редкое изделие. Другая фигура, наоборот, более энергичная. Ну, то есть, людям интересно. И для них вот это важно. Важна энергетика. Безусловно, я успокаиваю сразу, что принесли не от нужды, а абсолютно по другим причинам. У кого-то размер поменялся, кто-то действительно вкусы поменял. У нас есть постоянная клиентка. У нее очень много непосредственно брендовых, ювелирных украшений. Но жизнь у нее просто... Мысли поменялись, возраст поменялся. Отношение к жизни поменялось. И мы реализовали в прошлом году очень большое количество ее ювелирных изделий. Потому что она говорит, я просто их не ношу. Такое, знаешь, сразу слово модное на ум пришло. Хоть не очень уместное слово расхламиться. С одной стороны, речь идет не о том, чтобы вынести из дома какие-то ненужные бытовые предметы. И оказывается, как я понимаю, хочется освободиться в том числе и от ненужных ювелирных украшений. Я за то, что, во-первых, у каждой вещи должна быть энергия пользования. Потому что это изделия, вещи у всего. Они не должны лежать. Если ты их не используешь, кто-то может другой именно ослаждаться и дать им новую жизнь. Это первое. Второе. Как ни крути, изделия, какие-то модели, они все равно выходят из моды. И смысл, они лежат. Потому что у нас были даже ситуации, когда клиент приехал, он из какого-то бабушкиного сундука. Вот ему по наследству с вас алмазы неограненные, представляете? Но нельзя таким вещам лежать. Можно, наверное, еще и так сказать, что здесь такой тренд прослеживается как разумное потребление. Вообще, на сегодняшний день мы пришли к тому, что вот этот вещизм, он отходит. Уже, мне кажется, где-то на протяжении 3-4 лет точно люди пересматривают свой гардероб, как ювелирный, так и все остальное. И да, действительно, люди понимают, что есть какие-то базовые, топовые твои вещи. Те же самые девушки, да, когда многие клиенты приходят и говорят, у меня просто вот так вот стоит целая коллекция сумок. А я с ними не хожу. Но сумка также есть трендовые модели. Есть модели, которые выходят из моды. Потому что такие брендовые дома, тот же самый Louis Vuitton. Ну, у Шанель, безусловно, есть базовые их коллекции, да, там немножко другое. Но, тем не менее, они теряют свою стоимость. И чем быстрее ты их реализуешь, ну, смысл на них смотреть, когда ты можешь их продать, с них получить, купить себе новую, более актуальную, предположим, модель. И обрадовать кого-то. Ну, безусловно, я вот за вот этот обмен, как я уже говорила. Да, то же самое и с часами. Больше процент мужчин приносят часы, потому что мужчины – это все-таки часы и машина, да. Женщины – это ювелирные украшения и сумки. Поэтому на наших витринах, к сожалению, не так много женских моделей часов. Потому что, как правило, мы покупаем себе одни, они любимые. Кто-то пополняет, кто-то, опять же, вернемся к теме залога. Основными залогодателями у нас являются непосредственно это мужчины и это бизнесмены. И мы единственные в городе, где можно привезти вот какие-то брендовые украшения, брендовые изделия, брендовые сумки, мех и сдать в залог. Люди, которые покупают и люди, которые приносят, которые сдают – это разные категории людей? Данное направление набирает только вот спустя где-то полтора-два года работы Камзол, когда люди стали понимать, что действительно я же могу прийти и сдать, и тут же пойти потом купить что-то себе на эти деньги. Либо бывает та категория людей, они и сдают, и покупают в плане, вот сегодня мне надо сдать, мне нужны деньги. Все человек выкупает, спустя, может быть, месяц-два он может приехать что-то у нас купить. У нас большой ассортимент ювелирной продукции, она очень интересная. Таких не встретишь в каких-то банальных мосмаркетах. Пошла тенденция, что клиенты приходят, кто-то в залог хочет сдать, кто-то выставить на комиссионную продажу. Очень многие покупали изделия в достаточно известных магазинах, изделия дорогостоящие. Но оказывается, что там не те характеристики, которые были заявлены при покупке. Это боль. Вот для меня, я смотрю на клиентов, и ты понимаешь, что это то же самое, как ты придешь в Гуччи, где были выявлены и такие ситуации, когда люди покупали сумки Шанель, сумки Луи Виттон, и они оказывались в подделке, просто из-под прилавка, да, там мешали. То же самое и с ювелирной продукцией. Мне кажется, вообще в ближайшее время и людям на заметку надо иметь своего гемолога, обязательно. Когда ты едешь что-то покупать, прям созвонились с гемологом, приехали, гемолог все проверил, все посмотрел, дал добро только тогда покупать. Очень интересный бизнес на самом деле, он очень классный, я так люблю то, чем я занимаюсь. Я считаю, что мы приносим пользу людям, это здорово, видеть вот эти вот глаза, как горящие, что ты действительно помогаешь. Если дизайнеры интерьеров и архитекторы собираются вместе, то это все, что угодно может значить, потому что наши челябинские специалисты по созданию гармоничного пространства очень дружат друг с другом, вместе посещают презентации, проводят совместные мероприятия, а также поздравляют с днем рождения своих партнеров. Кто оказался виновником торжества на этот раз, узнаем прямо сейчас. Это событие красиво и гармонично и по форме, и по содержанию. Ну а как могло быть иначе, если речь идет о дне рождении салона «Хрусталь», известного в кругах дизайнеров и просто ценителей красивой обстановки, место, где правят креатив, эстетика и профессионализм? Мне нравится тут все. Нравится местоположение, нравится коллектив, нравится ассортимент, который они предлагают. Команда очень профессиональная, но ни для кого не секрет это, но главное, что у них сегодня дата такая. Во-первых, ассортимент, можно сразу много чего выбрать, а во-вторых, дружелюбие. Один из лучших салонов, который есть на моей практике, с которым я сотрудничаю. Сегодня, когда я приехала, увидела этот салон, я сказала, что он даже не похож на салон, а похож на дом. Это действительно, как будто бы ты пришел домой. Весь этот сет положительных качеств – результат любви к профессии и осознанного подхода к ведению бизнеса. У меня был четкий план и четкое понимание моего бизнеса, потому что я же проработала до того, как начать организовать этот салон. Я проработала 15 лет дизайнером интерьера. И я понимала уже, что нужно людям, что хочет дизайнер, что хотят клиенты, как они хотят покупать, как нужно продавать. То есть я прямо у меня была четкая картина. Готовясь к этому дню, перебирала фотографии. И, конечно, это такая ностальгия приятная. Столько моментов было классных. И я думаю, что еще, конечно, будет, но просто это 10 лет – это целая жизнь. И я счастлива, что она связана у меня и сейчас, и была с таким нашим детищем. Плюс ко всему этому, мне это самой безумно нравится. Я набирала коллектив безумцев, можно сказать, точно таких же. Поэтому мы, как одна команда, пришли к тому, что есть сейчас. А на сегодняшний день салон «Хрусталь», как и прежде, отслеживает все инновации в области декора и отделочных материалов, а также развивает новые направления, предлагая челябинцам мебель высокого качества и эстетических характеристик. Салон «Хрусталь» поздравляю с юбилеем. 10 лет на рынке. Да, они достигли очень большого уважения. Я бы пожелала огромного количества идей, которые хочется воплощать и реализовывать каждый-каждый день. Заполнять все ниши, которые существуют, все темные пятна, все, что не могут найти дизайнеры, все это привозить, и мы будем приходить сюда все чаще и чаще, видимо. Развитие, конечно, они и так уже, конечно, расширились, новые ниши занялись мебелью. Процветание дальнейшего развития, быть такими же легкими, воздушными, красивыми. Салоны только украшаются и оставаться такими же приятными на рынке. Только развиваться, вот видите, как они вот изменились, и вот таких перемен, желаний меняться. Ну, конечно, личного счастья всем девочкам, здоровья и любви. Я желаю им изобилия в том объеме, в котором им оно нужно и хочется. Я желаю им, чтобы они… У них уже опыт большой, 10 лет – это прям вот уже много. И у них уже на этом опыте, чтобы они просто теперь силы, терпения и желания самое главное. Будет желание – все, тогда и будет. Здесь так стильно, душевно и тепло не только по праздникам, но и в будни. И сдается нам, что мы сюда еще не раз вернемся. А пока же присоединяемся к поздравлениям друзей, коллег и партнеров и разделяем все их восторги. Есть такой стереотип, что все натуральное – это хорошо, а все искусственное, соответственно, плохо. Так вот, в моде, в частности в текстильной промышленности, это не всегда работает. Поскольку синтетические ткани, они существенно облегчают нашу жизнь, делают ее ярче во всех смыслах. Ну и потом они помогают художникам-модельерам, дизайнерам одежды реализовывать самые смелые свои замыслы. О искусственных и смесовых тканях речь пойдет далее. Натуральные ткани в одежде часто противопоставляют тканям искусственным. Но в высокой моде не все так просто и однозначно. И некорректно говорить о том, что все натуральное – это дорого, качественно и хорошо, а все синтетическое стало быть наоборот. В этом вопросе нам помогает разбираться технолог модного дома «Я» Наталья Тухватулина. В Советском Союзе полиэстер появился в 60-х годах, как технический материал. Использовали только для таких, наверное, изделий или вещей, как палатки, как парашюты. А потом уже стали его добавлять в различные ткани. Шерстяные ткани, с вискозой смешивают. Современные ткани, в которых есть полиэстер 5%, 15%, 30%, их не отличить от тканей, которые 100% шерсть, 100% шелк. Сейчас не нужно бояться в наше время изделий из 100% полиэстера, так как это все равно удобно и в носке, и в уходе. В отличие от натуральных тканей, одежда из полиэстера меньше мнется, быстрее сохнет, не выгорает на солнце. А ее цвет остается насыщенным даже после многочисленных стирок. Все чаще используют смесовые ткани для изготовления школьной формы, потому что это удобно. Можно те же брюки постирать, повесить. Во-первых, они быстро сохнут, можно даже их, в общем-то, и не утюжить. Еще полиэстер, ну, так скажем, запоминает форму при нагреве. То есть это дает нам возможность создавать плессированные ткани. Полиэстеры и другие синтетические ткани, как мы уже выяснили, просты в уходе. Правда, есть нюансы, которые нужно учитывать. Ткани из полиэстера стирают при 40 градусах. Не нужно их смешивать ни с какими другими цветными тканями. То есть их стирают отдельно. А с добавлением полиэстера тогда тоже лучше как бы сортировать по цветам? В зависимости, сколько туда полиэстера добавлено. Если 50 на 50, то это нужно вот отдельно как-то стирать. Допустим, если 5% эластана, 95% вискозы, то это уже считается все равно как ближе к вискозе. И уже уход как за вискозой. Единственный минус искусственной ткани в том, что светлые изделия со временем неизбежно желтеют. К тому же белый материал с участием синтетики не рекомендуется стирать сразу после темных вещей. Часто в машинке остаются следы краски, которые могут оставить серый налет. Изготовление изделий из полиэстера, они более трудоемкие, чем даже из 100% шелка или шерсти. Так как полиэстер не всем технологическим приемам поддается. Допустим, припосадить сложно где-то, это будет видно. Если, допустим, шерсть можно сутюжить, то полиэстер уже не сутюжится. Современные дизайнеры вообще очень любят работать с полиэстером, потому что он не уступает всем натуральным тканям. В то же время у этих тканей большая цветовая палитра и большое многообразие фактур. 100% синтетические ткани имитируют жаккард, имитируют натуральные шелка. Кружево бывает очень тонким, мягким, пластичным, но оно может быть 100% полиэстером. А сейчас очень популярен искусственный мех. Это тоже 100% полиэстер. Можно много сетовать на то, что раньше все делалось вручную и было натуральным, а сейчас вокруг сплошная синтетика. Однако не стоит сбрасывать со счетов высокие технологии текстильной промышленности, ведь они открывают дизайнерам новые возможности для творчества, а модницам, как, впрочем, и всем людям, существенно облегчает жизнь. Весна – это отличный повод обновить свой гардероб и начать лучше с модной верхней одежды. Как и прежде, в тренде на весну будут пальто. Особенность моделей отслеживается в модных принтах в виде надписей, различных оттенках от приглушенных пастельных до сочных ярких, и силуэтах свободного кроя, приталенных и прямых. Для любительниц уличного стиля в моде останутся парки ярких цветов. Популярно совмещение нескольких фактур в одной модели. Для мужчин – стеганые курточки, бомберы с контрастными деталями. В тренде смешение стилей, классика и спорт. Подростковая коллекция перекликается со взрослыми моделями, легко можно подобрать фэмили-лук. Подчеркните свою индивидуальность вместе с Сахаром. Магазин верхней одежды Ахара представляет супермодную весеннюю коллекцию 2021. Огромный выбор курток, ветровок и плащей. Многообразие моделей для всей семьи. Приемлемые цены. Здесь есть даже беспроцентная рассрочка. Магазины Ахара расположены по адресам. Проспект Победы, 163, напротив Теплотеха. Проспект Ленина, 71, у Алого поля. ТРК Космос, второй этаж. ТРК Родник, второй этаж. А также магазин Snow Image в ТРК Алмаз. Ахара, переодевайся в весну. Вы смотрите Бьюти Тайм. И прямо сейчас я приглашаю вас на нашу телевизионную кухню, где ведущая гастрономической рубрики Катя Пашнина подготовила очередной полезный рецепт. Глядя на эту подборку продуктов, я просто даже растерялась, что это может быть. Поэтому, Катя, рассказывай, что мы будем готовить сегодня. Мы будем готовить простые оладушки из кабачков. Просто у нас будет в рецепте две разные муки, рисовая и кокосовая. Вообще, очень часто в ресторанах и в кафе сталкиваешься с какими-то овощными такими салатами, котлетками и какими-то такими блюдами. Сама я ни разу не готовила. Кабачковые оладушки. Хотя много раз ела. Мне кажется, напоминают чем-то наши русские драники, только очень облегченный вариант, потому что кабачок намного диетичнее, чем картофель. Ну и плюс кокосовая мука добавит немножечко пикантности. Очередной эксперимент. Нам нужно потерять кабачок на крупной терке, и затем мы делаем смесь для выпекания. Пока Саша натирает кабачок, я начну готовить смесь. Нам понадобится одно яйцо и по столовой ложке муки, каждая рисовой и кокосовой. Катя поручила натирать мне кабачок такими отрывистыми движениями, чтобы не было лапши, а вот эти вот кусочки были коротенькие. Чем обусловлен выбор муки? Рисовая, потому что не содержит глютен, и она хорошо тоже связывает, как и пшеничная. А кокосовая для придания вкуса определенного. Все равно кокос, это же по факту, это именно измельченный сам кокос, мякоть, и у него очень приятный вкус. Можно еще будет добавить в острый какой-нибудь соус к оладушкам, будет очень прикольно. Итак, у нас здесь мука замешанная с яйцом, здесь у нас кабачки на терке, и сейчас мы из этого делаем смесь для оладьев. Из кабачков мы сливаем лишнюю жидкость, вот она у нас проявилась в процессе натирания на терке. И еще один лайфхак, мы можем посолить кабачок сейчас и еще отжать лишнюю воду после того, как просолится. То есть все-таки это не то, что вот прям наливается в виде теста? Такие лепешечки, вот сейчас мне нравится, как получается, чтобы мы могли вылепить все-таки. Не спешите сразу добавлять муку, лучше все-таки 2-3 минуты подождать, ну минут 5, потому что в процессе тоже загустевает. Это особенно и кокосовой муки касается, которая очень сильно в себя воду забирает. Ну и отправляемся жарить. Добавляем масло ГХИ, топленое сливочное масло. Это масло не выделяет канцерогенов, поскольку оно уже перетопленное и не обладает таким качеством. Будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале Beauty Time TV, а также в Instagram и ВКонтакте. И ждем вашей активности лайков, комментариев и подписок. И до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем масло ГХИ. Субтитры сделал DimaTorzok